Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев и коротко о главном. Жители ознакомились с вакансиями и с программами вузов, а работодатели выбрали специалистов. Сегодня в Черкесске состоялась ярмарка трудоустройства. Благоустройство республиканской столицы продолжается активными темпами и будут приводить в порядок парк культуры и отдыха Зеленый остров. Священная книга мусульман теперь на абазинском языке. Полным переводом Корана на один из самых сложных языков мира занимались полтора года. Бытовая техника или электроника без переплат. Магазин «Поиск» предлагает широкий ассортимент товаров в рассрочку. Сегодня Карачаева-Черкесский региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» объединил соискателей и работодателей из разных отраслей экономики. Мероприятие состоялось во Дворце культуры города Черкесска. Гостями ярмарки стали не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы, а также выпускники колледжа и старшеклассники. Какие их вакансии лидировали на ярмарке и какой размер оплаты труда могут рассчитывать потенциальные кандидаты, об этом узнавала Альбина Ламкова. Уже со Дворца культуры Черкесска развернулись информационные стенды. Они предназначались для старшеклассников. В них содержалась информация об учебной базе республики. Акцент был сделан по наиболее востребованным специалистам в регионе профессии. Еще до официального открытия у некоторых стендов и павильонов, где представлены крупные предприятия республики, успели вырасти очереди. Денислан Чачаев в начале жизненного пути, несмотря на свой возраст, понимает, что легких денег не бывает. Учится в лицее на электротехнике и уже хочет устроиться на работу. Готов обучаться любому делу. Мне сказали, что тут можно приобрести вакансию какую-нибудь, узнать обо всем, что-то как. Я пришел сюда, чтобы найти себе работу. По электротехнической части особенно. Я нашел вакансию. Без опыта можно. Без опыта работы 30 тысяч в месяц. Не знаю, пока что понравилось. Денислану предложили работу в Рубском горно-обогатительном комбинате. 30 тысяч рублей – это старт. Причем как в вакансиях, так и по зарплате с большими доходами. Компания занимает одно из лидирующих мест. Вакансии представлены как для проживающих постоянно в Рубском районе, так и для желающих работать вахтовым методом. Средняя заработная плата представляет от 50 до 150-160 тысяч рублей в зависимости от категории, квалификации, направления, специализации и так далее. На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» можно было найти работу как без опыта работы, так и тем, кто имеют за плечами не один десяток лет трудового стажа. Одно из старинных предприятий «Черкесска Холодмаш» тоже принял участие в ярмарке. Планируется восстановить литейное производство. И уже нашли опытного специалиста в лице Юрия Зайчука. За его плечами 42 года работы инженера-литейщика. Работал и мастером, и технологом, и начальником смены работал в свое время. А сейчас сложно вообще найти работу? Ну, смотря что искать. И то, что предлагают сейчас зарплаты, не очень. В основном везде идет минималка. А зарплата какая? Ну, обещают от 30. Вас устраивает? Ну, пока да. Для всех гостей была предоставлена обширная информационно-консультационная программа. Соискатели получили возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова всех участников ярмарки приветствовала заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. Она напомнила, что этот год объявлен Годом промышленности. И в этом направлении тоже была представлена информация. В ближайшее время начнет свою работу фонд поддержки ветеранов СВО. Те наши защитники Отечества, которые сегодня там находятся, которые уже вернулись, будут тоже поддержаны большой государственной программой. Они сами, их семьи. Список участников работодателей вообще был впечатляющим. Около 30 предприятий были представлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, а также в сфере туризма и здравоохранения. Была организована зона для работы с посетителями мероприятия, вплоть до концертной программы, что обеспечило всем гостям ярмарки праздничное настроение. Вакансии предлагаются абсолютно разные, хотя лидируют предложения трудоустройства в отрасли сельского хозяйства и промышленности. Больше всего требуются квалифицированные рабочие. Требования к ним предъявляются тоже разные, в зависимости от специализации. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Не так много времени осталось до начального голосования жителей России за те или иные проекты благоустройства в их регионах. Республиканская столица, скорее всего, предложит горожанам на рассмотрение новый облик территории вокруг Малого пруда в парке «Зеленый остров». О прошлом и возможном будущем популярного места в Черкесске в сюжете корреспондента Артура Мкцы. В былые времена эта территория «Зеленого острова» пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей города Черкеска. Люди приходили сюда целыми семьями, чтобы на природе с пользой для души и тела провести свободное время. Но спустя годы этот участок вблизи Малого пруда оказался неухоженным и опасным для посетителей. В нашем случае даже не приходится сгущать краски. Убедиться в правдивости слов можно на собственном опыте. Достаточно воспользоваться единственным спуском в парк со стороны улицы Розы-Люксембург. Велика вероятность повредить на ступенях ноги или набить шишек о ствол упавшего дерева. Что уж говорить о тех, кому даже ровная дорога может преподнести неприятные сюрпризы. Татьяне, лежащие на земле небольшие помехи, служат ориентиром. И всё же куда лучше, если бы весь путь на «Зеленый остров» оставался беспроблемным. Для слабовидящих людей другой спуск в парк со стороны улицы Комсомольской очень далёк. Шаг, другой, осязание знакомых камней, перил. А дальше ощущение пропасти под ногами. Вот здесь вот перилка получается. Вот мы его тростью нащупываем. И уже можно за него рукой схватиться. И вот так по перилам, по ступенькам. Но ведь сами ступени неудобные. Очень неудобные. Они разбитые, очень кривые. Вопрос об устройстве этой территории неоднократно поднимался на самых разных информационных площадках. Ещё в бытность работы портала «Активный горожанин» люди обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить спуск. Региональный народный фронт по многочисленным просьбам жителей, в том числе представителей Всероссийского общества слепых, вновь напомнил о необходимости решения вопроса. Мы можем с вами вспомнить, когда мы отмечали прекрасный юбилей нашей Карачаева-Черкесии. Естественно, массовые мероприятия проходили опять-таки на Зелёном острове. И люди, дабы не стоять в пробке людской на основном выходе, многие пошли именно через этот фут. Освещения нет. Кто-то подвернул ногу, кто-то что-то. Просто люди друг друга поддерживали для того, чтобы травм не было на этом пути. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии, местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому я всех призываю активно участвовать. В соцсетях мэрии есть объявления об этом конкурсе, посты, подписываться и участвовать в мероприятиях и активностях, которые здесь проходят в рамках подготовки заявки. Окончательное решение о благоустройстве зависит от того, насколько сами горожане заинтересованы в преображении этой территории. Если люди окажутся инертными, значит их в нынешнем виде всё устраивает. И опасные даже для здорового человека ступени, и свисающие на уровне головы ветки, и валяющийся в траве, плавающий в водоёмах мусор. Изменить ситуацию в лучшую сторону помогут только активная гражданская позиция и желание сберечь этот оазис в черте города. Артур Махцель, Алибастанов, 200 Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия. Температура ночью 5-7, а днём 13-15 градусов тепла. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Впервые строки священного писания мусульман из Корана полностью переведены на один из самых сложных языков мира – на абазинский. Работа над переводом заняла полтора года. Авторами выступили член Союза журналистов России Роза Пазова, переводчик с арабского языка Мурат Аджиев и редактор Аслан Кенжев. Объём книги на абазинском языке составил 612 страниц, она вышла тиражом 400 экземпляров. Идейным вдохновителем и спонсором издания стал житель аула «Красный Восток» АОС «Экзеков». Перевод осуществлен на основе выпущенного в 2003 году русскоязычного издания «Коран. Перевод смыслов». В ходе работы над текстом авторами была проделана исследовательская работа в плане развития и сохранения родного языка. Так были найдены и собраны более 40 архаизмов из абазинского языка, которыми практически уже не пользовались в современной лексике. Данное издание рассчитано на широкий круг читателей. Когда мне Мурат сказал Аджиев, что нужно переводить на абазинский язык Коран, я обрадовалась. Для меня это была большая радость, потому что наш народ нуждается, не только наш народ, вообще современный мир нуждается в духовности. Человек, главное, должен быть духовным, а потом уже всё остальное. И вот каждый день прочтение этого текста, продумывание каждого слова, каждого предложения по-другому осмысливается. И это чудесная книга, это конституция. Изначально Махцеки Рим начал переводить Коран. Но он, конечно, отличается от нашего перевода, сильный при том. Но он успел перевести небольшую часть этого Корана, буквально пару десятков листов. Коран имеет около трёхсот листов. И он перевёл немного. Но хотя он и немного перевёл, люди очень читали. Я помню, когда я был маленьким, все читали его переводы. В первую очередь это рассчитано для религиозной молодёжи, которая любит свой язык. И молодёжь, которая хочет читать Коран на своём абазинском языке. И вторая категория – это старшее поколение. Старшее поколение, как правило, больше предпочитают на своём родном языке читать, чем на другом языке. Вот для этих двух категорий предназначен перевод Корана на абазинский язык. Магазин «Поиск» с 14 по 17 апреля обрадует своих клиентов грандиозными скидками и дарит беспроцентную рассрочку на всю бытовую технику и электронные товары. Кроме того, суперцены на встраиваемую технику, а также ликвидация товара по 50-процентной скидке. Альвина Курочинова-Кенжева продолжит тему. Если вы давно задумывались над покупкой бытовой техники или электроники, то в выборе вам поможет магазин «Поиск». Тем более сегодня и по 17 апреля включительно, придя в магазин лишь с паспортом, можно выбрать любой понравившийся товар в рассрочку абсолютно без переплаты. А опытные консультанты в этом непременно помогут. У нас в магазине действует акция «Щедрая рассрочка». То есть на любой товар беспроцентная рассрочка. То есть ни переплат, ни процентов, ничего не будет. Стоит товар 50 тысяч, вы отдаёте 50 тысяч за 10 месяцев. Также у нас действует акция «Скидка на комплект». То есть при покупке встраиваемой техники на второй товар скидка 50%. Также до 17 апреля у нас акция будет на технику «Хайр». Там 10, 20, 30%. Будет зависеть от количества товара в чеке. Поэтому ждём вас в магазине «Поиск». В Черкесске по улице Ленина, 179, магазин «Поиск» ждёт с богатым ассортиментом товаров, беспроцентной рассрочкой и грандиозными скидками. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова